Стать законным владельцем гаража и земли под ним поможет так называемая гаражная амнистия, вступающая в силу уже 1 сентября. Условий только три. Гараж должен быть капитальным, построенным не самовольно и до 29 декабря 2004 года, то есть до начала действия нового Городостроительного кодекса. Закон четко говорит, что это только для собственных нужд, не для коммерческих, для физических лиц, которые именно под конкретные цели получали когда-то землю либо гараж. Любой человек, имеющий право на постройку, стоящий на какой-то земле, либо в кооперативе, либо в каком-то другом образовании, не важно и получено, не важно, по наследству, значит, от фабрики завода, от любого предприятия ранее, да, в советские времена, чуть позже и так далее. То есть до 2004 года. Оформить гараж несложно. Для этого необходимо с помощью специалистов БТИ подготовить схему привязки объекта к местности и вместе с правоустанавливающим документом обратиться в администрацию Одинцовского округа для получения предварительного согласия на предоставление земли. После получения предварительного согласия, кадастровый инженер готовит технический план на сам гараж, межевой план на земельный участок и повторно обращается в администрацию. Администрация, установленная законом 45 дней, должна отправить указанные документы с решением о выделении земельного участка в Росреестр. Росреестр, соответственно, рассматривает, выдает результат рассмотрения выписку на земельный участок и на гараж. Оформление займет около двух месяцев, но со временем, когда процедура будет отработана во всех инстанциях, эти сроки могут сократиться. Хотя подводных камней даже на первоначальном этапе реализации гаражной амнистии кадастровые инженеры не видят. Все наши сотрудники уже, скажем так, обучены, знают. То есть для нас новых там каких-то видов работ нет. Единственное, что сам термин гаражной амнистии, мы сейчас будем действовать вот по этой процедуре. Мы готовы в кратчайшие сроки все это делать, выполнять и так далее. После официального оформления собственник сможет распоряжаться гаражом по своему усмотрению. Продать, подарить, оставить в наследство или просто платить на него налоги. Гаражная амнистия будет действовать до 1 сентября 2026 года. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.